Премьеры, фестивали, конкурсы и вечера памяти. Дом актера для всех актеров Самарской области союз театральных деятелей закрывает сезон. Год был трудным, но интересным. Здравствуйте, вы смотрите программу «Город С», с вами Мариана Мирная. И в гостях у меня сегодня заслуженный артист России, председатель Самарского отделения союза театральных деятелей Владимир Гальченко. Здравствуйте. Владимир Александрович, ну, когда закрывается сезон, да, потому что сезонами актерская театральная жизнь. Мы живем не годами, мы сезонами. От осени до конца весны, до начала лета. Когда закрывается сезон, ну, это своеобразное такое время, подвести небольшие итоги, вспомнить, да, чем был знаменателен тот или иной сезон. Поэтому давайте об этом, наверное, поговорим. Ну, вообще-то театральное дело, оно не имеет конечной формы времени. Да, мы не можем сказать, что мы подводим итоги, потому что театр искусства живое, театр развивается, театр меняется в зависимости от того, как меняется время. Поэтому, действительно, по окончании сезона, наверное, не итоги лучше подводить, а действительно оглянуться, чем богат был для нас вот этот театральный сезон. Богат, конечно, был очень. Но можно начать вот буквально с последнего события, которое только что завершилось. Это наш крупнейший российского значения театральный форум, это всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны», который собирают все жанры театрального искусства, и оперные, и балетные, и кукольные, и драматические, и география огромная, истина российская, от Новосибирска до Петербурга, от Вологды до Ростова-на-Дону. В общем, чего и рассказывать, потому что самарцы это уже прекрасно знают. Всю неделю вот этого театрального праздника залы были полны, Самара кричала «Браво», Самара рукоплескала, потому что афиша в этот раз получилась действительно очень сильная. Ну, я знаю, что чтобы собрать всех этих людей вот в одном месте в нашем городе, Союз театральных деятелей, ну, сходил с ума, в хорошем смысле этого слова, да, потому что целый год сходил с ума. Фестиваль готовится год. Откуда? Я знаю, что у вас там какие-то совершенно были, вот мы даже созванивались, ой, Марьяна, я еду за этими каких-то гостей встречать там в аэропорт, этих на железнодорожный вокзал, вот вы были везде. Да, проведение фестиваля – это очень сложный механизм, потому что, особенно когда ты собираешь всю страну, кто-то к тебе летит, кто-то к тебе едет поездом, одним, кто-то с пересадками, да, кто-то едет к тебе автобусом, да, и вот день, утро, ночь мы не спали, потому что мы встречали одних гостей, провожали других. Ну, вот первую половину фестиваля мы встречаем, вторую половину фестиваля мы начинаем уже провожать. Но это очень интересно, потому что это новые встречи, новые знакомства. И если учесть, что ни один город, который уже был на нашем Всероссийском фестивале в тот или в другой год, да, Волжские театральные сезоны, он не повторяется. То есть мы стараемся, чтобы афишу нашего очередного, в данном случае, третьего фестиваля пополняли театры, которые никогда не были в Самаре, и самарский зритель никогда их не видел. То есть это новые встречи, новые знакомства. А слух вот этот о том, что, да, опять открывается, значит, набор заявок, так скажем, на участие в фестивале, слух же быстро распространяется. Очень быстро. Театры мгновенно реагируют, начинают присылать, да, какие-то... Но фестиваль имеет уже репутацию, потому что это не первый фестиваль. Это уже фестиваль, зарекомендовавший себя, и заявки до сих пор приходят. Уже фестиваль закончился, мы уже их откладываем в другую папку следующего фестиваля, значит, получается, следующий, это апрель 18-го года, потому что фестиваль идет раз в два года. Насколько вот такие встречи, они важны с, так скажем, организационной точки зрения и с точки зрения официальной, потому что можно же наладить какие-то контакты, и потом наши театры куда-то свозить, да? Эти контакты налаживаются внутри фестиваля. То есть директора одного-другого театра разговаривают со друг с другом, ты поставь у меня вот это, а ты поставь у меня вот это, а давай я к тебе приеду, а ты ко мне. Это называется обменные гастроли. И всю фестивальную неделю это можно было наблюдать. Есть еще такая штука на этих фестивалях, классная, когда на следующий день уже, ну, за кадром, так скажем, да, не для широкого зрителя, проходит обсуждение. Вот это, это самая интересная часть. Да, это всегда интересно. Я больше скажу, зрителям это тоже интересно, но зрители туда не пускают. А зрителей туда нельзя, нельзя, потому что это идет наш закрытый разговор о профессии. И вот я уже говорил о том, что театр – это живое искусство, он постоянно меняется, и нам очень важно понять, куда движется наш российский театр сегодня. Потому что очень сложно управлять эволюцией. Эволюцией управлять нельзя. Она неуправляемая вещь. Она неуправляемая вещь. Она происходит, обязательно происходит. Но в какую она сторону произойдет, мы предугадать не можем. Такая же история с театром. Нам самое главное его отследить, обратить внимание на какую-то тенденцию движения русского театра. Поэтому это интересно и тем, кто слушает разборы своих спектаклей, и тех, кто разбирает. Жюри у нас состояло из ведущих критиков нашей страны – Москвы и Петербурга. Есть у нас небольшой сюжет с открытия фестиваля «Волжские театральные сезоны». Давайте его посмотрим, вспомним, как это начиналось, и вернемся в студию. Тройка, семерка, туз и дама. Сюжет пушкинской «Пиковой дамы» на этот раз воплощен в танцы. Главные идеи повести отражены обобщенно, как конфликт добра и зла, любви и страсти. Балет «Дама-пик» открывает третий всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». Фестиваль всеобъемлющий. Фестиваль охватывает все жанры театрального искусства, что редкость для региональных фестивалей. В этом плане наш фестиваль уникален. У нас и оперное искусство, и балет, и драматический театр, и театр кукол. Но своего рода такая мини-золотая маска. География фестиваля очень обширна. Она охватывает спектакли театров регионов от Новосибирска до Питера. Гостями фестиваля будут более 600 человек. Помимо праздника для самарской публики, это еще и конкурс для артистов. Каждый день спектакли будут обсуждать ведущие театральные критики страны. Фестивальный драйв, как говорят артисты, уже охватил всех его участников. Драматический театр выставил спектакль «Варвары», где я играю Цыганова. Вот тут, я могу вам сказать, у меня уже настоящий драйв. Потому что я действительно стал тоже волноваться. Несмотря на то, что спектакль идет уже два года, как бы он проверен. Нет ничего подобного. На фестивальной неделе дадут 16 спектаклей. Шесть из них представят театры Самарской области, десять – театры других регионов. Лауреаты получат статуэтку и дипломы. Я знаю, что когда играли «Варваров», как раз в рамках фестиваля, Валерий Гришко вас вызвал аж чуть не за два часа до начала спектакля, чтобы прогнать, как-то пройти, еще раз настроить на нужный лад, видимо, для чужих. На фестивале – это действительно особый драйв. Даже если он проходит у нас дома, это я почувствовал, потому что я впервые выступил в роли артиста на фестивале, который я же провожу. Конечно, волнение, но оно приятное волнение. Хочется еще вспомнить немножечко назад, так скажем, в осень 2015 года окунулся. Начало нашего сезона. Тоже началось с фестиваля. Фестиваль прекрасный тоже, он второй раз уже проходил, он такой уже чуть-чуть заматерел фестиваль. Волга театральная. Это фестиваль, который собирает театры Приволжского федерального округа. Мы так условно называем. Большой-маленький, большой-маленький. Но этот маленький относительно маленький. Приволжский федеральный округ – это очень большая территория. Если Всероссийский фестиваль у нас обозначен темой, тема классика, да, классическая драматургия, то фестиваль Приволжского федерального округа «Волга театральная» он не скован темой. Там рамки более широкие. И это очень интересно, потому что фестиваль проводится в содружестве с ассоциацией городов по Волжье. Есть такая ассоциация. Я считаю, что это просто уникальная организация. Взяли мэры городов большой нашей Великой Русской реки и решили проассоциироваться. И очень приятно, что они решили проассоциироваться и в сторону театра тоже. И мы, естественно, нашли с ними общий язык. И вот этот фестиваль проводится на таком Волжском бризе, я бы сказал. Вот разговаривая с приезжими, так скажем, и актерами, и директорами театров, по Волжье нашей территории, они все в нечеловеческом восторге от того, что есть возможность приехать в такую Самару же не зря. Называли в свое время такой очень театральным городом. Да, это действительно так. Одной из театральных столиц. И они все говорят как один, что у нас даже какой-то воздух театральный. Да, я про воздух тоже слышал. И реката у нас тоже театральная в нашем кусочке нашего города. Особенно смешно, когда это говорят люди из городов, которые тоже на Волге. Да, и вот эта атмосфера. Значит, дело, наверное, не только в Волге. Дело, наверное, в том, что в нашем городе живут люди, которые просто любят театр. Вот, наверное, это... Смотрите, еще какая интересная была штука. Любят театр. Альметьевский театр приезжал к нам уже во второй раз. И когда я приезжала на... Первый раз они привозили Брехта, а сейчас они привезли Робоу Джульет. И удивительно, на татарском языке полный зал. Понятно, что большая татарская диаспора живет в Самаре. У нас много татар. Но кто не знает язык, там были наушники. Наушники. Все так качественно сделано, что... Кстати, эти наушники мы потом все побросали. Ну, кто не знает Робоу Джульет, ну, скажите мне, пожалуйста. Все побросали и смотрели, потому что это действительно яркое действие. Ну, вот приходят, получается, зрители... Понятно, что наш зритель любит наших артистов. Понятно, что кто уже не первый раз какие-то гастролеры приезжают, что их любят, слышали или знают. Сарафанное радио тоже приходит. Ну, вот каждый спектакль были полные залы. Во всех театрах, на всех площадках. Нашему зрителю не хватает? Он еще хочет? Не хватает. Мало у нас? Не хватает. И пусть на меня сердится власть придержащая. Я как нудный человек. Я бью в одну точку. Я все время говорю. Да, мы театральный центр по любви к театру. Но извините, наши соседи нас обогнали. И привожу в пример. Вот сейчас, если слушают нас, мои любимые чиновники, я скажу, что опять завел свою старую песню. Да, завел. Потому что вот Екатеринбург, пожалуйста. 35 театров в области. Из них 24 театра работают только на территории города Екатеринбурга. Миллион 600 населения, да, у города Екатеринбурга? Ну, почти как мы. Чуть-чуть больше. Ну, там 24 театра работают. А у нас в области 13. Вот. Прошу прощения, дорогие мои любимые чиновники. Дорогие чиновники, нужно открывать больше театров, давать шанс артистам создавать новые свои театры. Итак, новые свои театры, один из самых молодых театров. Театр «Актерский дом» при Союзе театральных деятелей тоже вел активную жизнь в этом сезоне. Были премьеры и уникальные, я бы сказала. Более того, что активную жизнь ведет наш театр «Актерский дом», потому что десятый сезон нашему театру. То есть мы открылись в ноябре 2006 года. Значит, в ноябре 2016 нам исполняется 10 лет. Будет юбилей. Будет первый наш маленький юбилей. А уникальность, как мы считаем, ну, помимо структуры нашего театра, он действительно уникален, потому что театр работает без государственной дотации. На полной самоокупаемости. Когда мы этот театр замышляли 10 лет назад, мне все крутили пальцем у виска, что ты сумасшедший, ты больше двух премьер не выдержишь, и все у тебя накроется. Ничего подобного. Вы ошиблись, дорогие мои. Мы живы. И более того, мы стали любимыми, у нас появился свой зритель. Но уникальность 10-го нашего юбилейного сезона в том, что совершенно неожиданно для нас мы вернули, мне даже не вернули, мы родили на самарской сцене Лермонтова. Мы не можем понять, почему, никто нам не может объяснить, почему так получилось, но так бывает. Лермонтова на самарской сцене никогда не было. Это удивительно. 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 Я не понимаю, почему. Но мы поставили одну из глав героя нашего времени, Книжна Мэри. Вот это премьера нашего 10-го сезона, постановка молодого режиссера Виктора Трегубова, выпускника нашего театрального вуза, очень талантливый парень. Это вторая его постановка в нашем театре, «Актерский дом». Первая была «Черный монах» по Чехову. И удача, неудача – это судить зрителю. Но что меня поразило? И на премьере, и на последующих спектаклях такое дыхание зала вместе с артистами происходило невероятное. Такие какие-то ниточки появились, которые и артисты, и зрители чувствуют. С каким удовольствием наши зрители слушали блистательный лермонтовский текст. То есть востребованность к произведениям Лермонтова есть. Еще чем для меня, во всяком случае, на мой взгляд, прекрасен театр «Актерский дом», тем, что есть эта площадка и для актеров из разных театров объединиться и вместе поработать, но это еще и площадка для молодых режиссеров, которым еще пока не совсем открыта дорога в большие академические театры. Да, здесь они качают, как мы говорим, мышцу. Они себя кромлюют и набирают опыт. Мышцу качают, да, набирают опыт. Работают с профессиональными артистами. Мы смеемся, говорим, в театре «Актерский дом» самая большая в мире труппа. Да. Потому что, пожалуйста, все 13 театров Самарской области, вот тебе и труппа, бери кого хочешь. У нас работают ребята из Сызрани, так что ничего удивительного. Вот актеры, я знаю, что с большим рвением и удовольствием ввязываются в эти авантюры и после своей основной работы ночью, да, приезжают, репетируют. Да. Это такое явление актерское, потому что не каждого заставишь. Вот человек, который на заводе работает, его ведь не заставишь, ни за какие коврижки еще прийти. Артист – это больной человек. Артист – это больной человек. Артист – это не профессия, это диагноз. И артист всегда настоящий артист, потому что у нас тоже есть всякие. Есть я работаю в должности артиста, а есть я артист по душе, да, по природе. Это тоже. У нас тоже есть все. Так вот, если настоящий артист, у него всегда есть творческий голод. Настоящий артист всегда считает, вот мне уже 30, где мой Ромео, уже никогда. Вот мне уже 50, где у меня вот это. А вот мне скоро 60, где мой маскарад. Того же, кстати, Лермонтова, да. То есть вот взрослеет артист, уходят роли уже навсегда. И есть возможность ухватить уходящий для какой-то роли поезд, для какой-то роли, а не для артиста поезд, и все-таки впрыгнуть в этот вагон. Хочется еще затронуть тему, пока далеко не ушли от фестиваля Волготеатральный, а хочется поговорить о наградах, потому что награда, как бы гордо не поднимал голову артист, говоря, что я не за награду работаю. Но, да, награда это приятно, когда себя оценивают и прочее. Я тоже, как я ничего, да зачем мне с вами заслуженный артист? Забери, я же буду плакать. Вот, хочется именно поговорить о том, что театры, которые приезжают к нам на фестиваль, вот как раз-таки Волготеатральный, они ценят очень свои награды, берегут и считают одними из самых престижных. Да, они тут же размещают это в своих портфолио, на своих сайтах, они гордятся. Они приносят нашу статуэтку с победой к своему учредителю на стол. Мы тебе славу принесли, товарищ наш учредитель. Это тоже важно. Есть у нас сюжет с закрытия фестиваля Волготеатральный, как раз там раздавали все призы и подарки. Давайте посмотрим и вернемся. Спектакль «Визит дамы» от Тольяттинского театра «Колесо», который вошел в двадцатку лучших театров России, сорвал шквал аплодисментов на закрытии фестиваля. Тема вечная о том, как сильна может быть месть обиженной женщины, если однажды судьба наделяет ее властью и богатством. Впрочем, заветную статуэтку получил все же мужчина. Актера Сергея Максимова жюри фестиваля признала лучшим в этом году за роль Альфреда Ила, того самого мужчины, которого фатальные ошибки молодости обрекли на смерть. Театр должен жить в широкой среде, в широкой среде мирового культурного пространства, театрального пространства. Регионального театрального пространства. Почему бы нет? Это большая необходимость. Это не самый крупный фестиваль может быть, это не самое такое высочайшее достижение может быть, но двигаться в этом направлении необходимо. За лучшую женскую роль статуэтка досталась самарской актрисе Наталье Носовой за спектакль «Русский и литература». Гран-при фестиваля вручал Олег Фурсов. Актеры и зрители с нетерпением ждали оглашения результатов. Он обретает, конечно, популярность. Это видно и по аншлагам, которые были всю эту неделю. Это видно и по количеству тех театральных коллективов, которые приезжают к нам. Нас, конечно, это очень-очень радует, потому что наш город город с хорошими театральными традициями. Ну а диплом Гран-при награждается спектакль «Господа Головлёвы». Пермский театр «Юглаза» Я очень надеюсь, что этот фестиваль будет долгие годы жить и будет очень успешным. Спасибо. Расставаясь на хорошей ноте, актеры и зрители не прощались друг с другом, а говорили «увидимся через два года». Третья «Волга театральная» состоится в 2017 году. Ну вот в 2017 году у нас стартанет еще одна «Волга театральная», а в этом году у нас еще этот сезон обусловлен двумя юбилеями, причем не маленькими, а о-го-го. И причем цифры одинаковые. 85 лет. В декабре 2015, ну это этот сезон, 85 лет исполнился нашему театру «Самарт». И 1 июня сейчас исполнится 85 лет нашему академическому театру оперы и балета. У «Самарта», кстати, откроем небольшую тайну, да, что в сентябре месяце, бюже, что будет? Запускается третья очередь, и наконец-то вот этот комплекс театра «Самарт» будет завершен, снимутся строительные заборы, и наш «Самарт» получит сцену классического образца, потому что две сцены, большая и маленькая, которые у них есть, а трансформеры, где можно зрителя сажать по кругу, или как это для экспериментов, и классический вариант сцены, но тоже особенный, там очень много машинерии современной. То есть мы получим замечательную новую классическую сцену в сентябре, торжественное открытие этой сцены 14-15 сентября. Еще одна реконструкция большая для кукольного театра, давайте тоже коротко, потому что маленькие зрители у нас тоже есть. Тоже есть. Вот старое здание театра юного зрителя, старшие самарцы наверняка помнят, сейчас не ремонтируется, а реконструируется под целый детский комплекс, который будет отдан нашему областному театру «Кукол». Это будет театр и не только, театр и вокруг него. То есть такой замечательный детский центр, который привлечет внимание, как я считаю, нашего самого главного зрителя. Я вообще считаю, что театр «Кукол» — это самый главный театр, потому что он самый первый в жизни каждого человека. И от того, как работает, как живет наш театр «Кукол», зависит от того, продолжит ли Самара быть театральным центром страны или нет. Еще хочется затронуть один важный очень, на мой взгляд, момент — это память об ушедших актерах, «Вечера памяти», которые регулярно в Союзе театральных деятелей проходят. И тоже буквально несколько слов. Кого вспоминали в этом сезоне и кто был? Дело в том, что пока мы помним наших предшественников, живы мы. Жива Самара, как театральный центр. Потому что вот все вот эти титулы, вот театральный центр, который мы несколько раз употребляли, да, и с удовольствием употребляем, что зритель любит театр, это, в общем-то, сделали они. Что делаем мы сейчас? Мы эту ситуацию поддерживаем. Нашими фестивалями, нашими премьерами, мы поддерживаем, а создали именно вот эти люди. Поэтому мы в Доме актера с большим удовольствием вспоминаем того, другого артиста, режиссера с разных театров нашей области. Вот. Мы вспоминали и Сергея Ивановича, Пономарева. Старший, наверное, помнит, старейший артист нашей драмы. Вот. Мы вспоминали и Вячеслава Храмова, недавно ушедшего солиста нашей оперы. Да. И совсем недавно ушедшего Сергея Шемшина, тоже академический театр оперы. Мы вспоминали с любовью, мы вспоминали с благодарностью. Мы очень рады, когда на эти вечера памяти приходит молодое поколение. Потому что, ну мы-то с ними работали. Мы-то их знаем. А когда я вижу в зале, к сожалению, не так много, как хотелось бы, но когда я вижу молодых, я понимаю, что не все потеряно. Для молодых будет еще прям буквально полтора слова. Летом будет интересная школа. Да. В Союзе театральных деятелей России есть международная театральная школа, месячная, в нашей здравнице Союзе театральных деятелей, в Звенигороде, под Москвой. Каждое лето проходит вот такая школа по повышению творческого уровня. Она международная, значит, Россия тоже по квоте. Да, там 48 стран. Молодые артисты из 48 стран, в том числе и русские. И мы всегда стараемся, и у нас это получается, чтобы в каждой школе принимали участие артисты наши. Наши молодые артисты из того или другого театра области. Сколько из Самары поедет туда, ребят? В этом году едет из Тольятти парень Иванов у нас. Были из драмы. Была Танечка Михайлова из Самарта. Уже почти из каждого. Большое. Желаем и артистам удачи, и вам. Мы ждем с нетерпением нового сезона. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова